Трехзвенный шарник из звеньев длины 2 см, 5 см и 8 см. Я условно рисую, здесь он может вращаться как хочет. Задача. Какое самое большое и какое самое маленькое расстояние может быть между его концами? В каких пределах может меняться расстояние? Максимум фигнации к минимуму 1. Молодец, вот как я бы скажу, все хранится. Так, так, так. В вершинах. Этот шарник может вращаться в какую угодно сторону, то не трудно, но косточь принялось. Ну, то есть можно просто взять и выложить эти адрески подряд. Тогда будет, что будет? Фигнации. Будет просто сумма. А где, пожалуйста, разница 15? Ну, понятно, строго это говорится так, что понираем из треугольника, отрезок родненья больше, чем сумма этих трех. Ну, и может равняться, если вы... Замечаете, по 15 я помню. Теперь, здесь почему? Второй. Почему 1? Да. Мы представляем, чтобы 2 и 5 возникали как один отрезок, а 8 складывали по 300. Ну, то есть идея такая. Он рассказал решение или не рассказал? Приголосовал бы за то, что рассказал. По сути, он корреспирах абсолютно. Вопрос. Как все-таки строго объяснить, что отрезок АД не меньше единицы? Повторяю вопрос. Как строго доказать, что отрезок АД, то, что он бывает равен к единице, вот так, на рисунке покажут. А почему он всегда не меньше единицы? Как считаете? Потому что тогда бы они лежали друг на друге. Не понимаю. Это все какая-то философия. Поехали, поймите, неравенство треугольника придумано в том числе для того, чтобы интуитивно понятные вещи писать каким-то единообразным образом. Я понимаю, что по сути вы сейчас в классе абсолютно что-то понимаете. Ну, если у вас есть длинный и длинный отрезок, длинный 8, то, конечно, чтобы точке АД были поближе, надо отрезками длины 2 и 5, как бы и пытаться и воскомпенсировать. Да. Почему не можем больше не единицы, потому что 2 и 5, это 7, а 7 не единицы в 8. И что? Еще раз. Пользоваться можно сейчас только неравенством треугольника. Да. Ну, тут то же самое, что и тоже задача. То есть, если сложить эти две стороны, какие эти, да? Да, получится 7, но 7 меньше, чем 8. И что? Получается, что неравенство треугольника не соблюдается, поэтому треугольник позволит. У нас треугольник пока и нет. Понимаете, чтобы было неравенство треугольника, нужно треугольник. Да. Если бы случилось так, что при длине 5 и 2, получилось бы и одна из сторон была равна 8. Не одна из сторон, а отрезок от D получился бы меньше единицы. Что было бы тогда плохого? Что тогда бы они не пересекались. Почему? Кто такие они? Отрезок нет. Господа, вот то, что мы сейчас с вами делаем, называется попытки рассуждать абстрактно. Вот это вот умение абстрактных рассуждений удивительным образом у вас станет во много-во много раз мощнее, чем сейчас, где-то к концу школы. Примерно, когда мне было там примерно 13 лет, вдруг многие вещи, такие вот, в общем-то чисто абстрактные, которые до этого оказались абсолютно непонятными, вдруг стали, что называется, простыми и понятными. Это вещь чуть ли не физиологическая. По большому количеству учеников я тоже все время замечаю, что это так. То есть не надо сейчас бояться того, что вот там у вас не получаются абстрактные рассуждения. На самом деле в старшем классе школы это все начнет получаться гораздо-гораздо лучше, чем сейчас. Не надо не бояться совсем. Если бы отрезок А, Д был бы меньше единицы, то смотрите, возникла бы вот такая вот ломаная. Это 5, 2 и меньше единицы. Сумма длин ее рёбер меньше 8. А она при этом соединяет две точки, расстояние между которыми равно 8. Помните? Мы с вами доказывали, что если есть любая ломаная, то ее длина, сумма длин рёбер больше, чем длина отрезка, семья рёбер больше. В данном случае вот есть отрезок длины 8, здесь 5, здесь 2, а здесь меньше 1. Это противоречие. Хорошо.